всем привет мои хорошие ну что мы дождались наконец-то патч конечно не глобальный 736 всего лишь буквенный но ничего посмотрим что нам вали предоставили после столько ожиданий изменение предметов bkb 5 секунд уменьшена увеличена перезарядка рапира рапира колоссально просто убита урон уменьшен просто ужас сейчас уже будет намного меньше руин потому что рапира это всегда руина на мое мнение будут меньше покупать ее скади приятно апнули это приятно видеть доминей теперь за взятие крипа под контроль дается золото равно награде за его убийство ну такое себе изменение очень сильно я пробежусь только по тех изменения которые очень сильно затронули прямо колоссально предметы и героев тоже очень сильно сейчас понерфили молнии потому что 5 процентов срабатывания так как никак это это дофига мужики надо ставил 4 секунды перезарядка не сказала бы что прям глобальное глобальное такое изменение но все равно 4 секунды иногда много решают арчит убили убили сильно я думаю что ман бонус к остальные маны уменьшен на 25 сотых бонус к интеллекту уменьшен на 2 и расход маны увеличена на 125 вроде незначительно но я думаю что на ранних стадиях игры если ты собираешь на героев некоторых фастер чит это будет бить немножко по монополу вообще в общем по интеллекту блуторн сейчас немножко понерфили паразму немножко уменьшили на 75 075 ну немножко обыскал нормально так уменьшили брошь брошь нормально понерфили фантом провинция больше не позволяет совершать критические атаки это очень хорошо потому что фантомки с этими сброшами уже немножко заколебали длительность увеличена на 14 до 17 секунд хорошо немножко бафнули инвизоров нейтралки по нейтралка мне не понравилось как лук понерфили 75 дальность атаки это прям это дохренище это почти блин почти половину забрали хреново очень хреново эти нейтралки вообще не интересно немножко убрали бонус за убийство крипов голема и этого сатира по героям немножко затронули аппаратика но не столь важно арка арка я считаю что вообще не забыли не понерфили так максимум по щекотали яичко так сказать потому что талант на десятом минус 50 к здоровью не столь важный такой талант просто ну и безрядка купола с 8 до 7 немножко ослаблена пофиг батик батика немножко обнули ну в принципе в принципе сбалансировано потому что урон увеличен но длительность уменьшена так без мастера немножко под баф легче думаю что таких слабых героев сейчас будет немножко бафать а сильных нерфить я думаю надеюсь что нерфить нормально а не просто щекотать сикера немножко опнули сейчас будет сикер появляться в керри потому что давно уже его не было кентавра понерфили незначительно но но понерфили изи изи чаоса чаоса вообще не появлялся в сукатках сейчас уже будет появляться намного чаще немножко под бафали плюс 50 к дальности применения рифта множитель урона тоже хороший потому что немножко бы были понерфили его сейчас вернули плюс-минус не столько вернули на одну десятую чем нам не интересно вообще-то вот расход маны увеличен на 100 маны на 100 маны увеличили но для как для меня не знаю это всегда была способность шардовая бесполезная но не столь важно не столь важное изменение дарки виллу дальность длительность увеличена на 5 и 5 нормально нормально по секунду много еще решает немножко дизраптора бафали дека кстати дека вот немножечко пау подубили у иллюзии героя вернувшийся в человеческий облик больше нет драконьих эффектов атаки это было просто имба и собрал фаст манту ты пушишь ты в драке в частности без героев без разницы ты превращаешься в человека обратно но иллюзия твоей копии эффект остается на них твоего дракона там мега была имбовая херня ну вот и убрали и длительность отравления почти половина на две секунды врезали это очень отразится на винрейте дека будем наблюдать пару дней первых на винрейте прям самому интересно сколько он понизится и плюс бонг здоровью минус сто но это уже покруче тут чё так немножко сбалансировали талантик немножко ослабили а перезарядку мультишота уменьшили три секунды на четвертом уровне не так не столь важно думаю урон увеличили от этих блин вот камней немножко амбера пофиксили три секунды на реминантах но тут три секунды я думаю важно если сейчас в драку взлетаешь без реминантов вообще никак песик 2 секунды 3 секунды 3 секунды да нормально так немножко водика под под нерфили расход маны увеличен это очень хреново потому что как все мы знаем у нас на двенадцатом уровне не качается хрона качаем плюсики чтобы было по немножко по монополу свой увеличить у него с маной проблемы он страдает из-за этого а тут еще и вот такое такой нерф второй скилл это очень-очень важный скилл много кто на него не обращать внимание но это это им более скилл а 15 маны решает много немножко талантик худвинг ослабили секундочку не столь важно кунку по нерфили да это хорошо понос к урону и времени подбрасывание у торрент уменьшено 5 процентов немножко речерка тоже понерфили урончик на 5 убавили много героев интересных понерфили вот урон забрали в счета на 10 на пятом на четвертом уровне нормально полезно теперь чейн фрост можно применять на ледяной шпиль от способности айспайр гуле немножко понерфили так гуле так не был сильный не знаю как по мне не был сильный сейчас в этом патче марсика марсик был сильный да немножко перезарядочку увеличили и талантик на пятнадцатом ослабили медузы два процента убрали это хорошо но вы тоже очень мало встречая в катках не столь важные таланты микрофоса приятно под бафали обусти обусти микрофоса медового микрофоса троечку иногда четверка заходит микрофос красиво праймала поднерфили немножко урон убавили да два скила пока понерфили это очень приятно потому что эти медовые паки с и гонимом которые просто собираются в урон и разносят за дрим куэл всех скорость атаки уменьшена 10 процентов нормально искать немножко затронули базовый урон увеличен но прирастил и уменьшен но ножка так сбалансирована и ставчик атак незаметно незаметно под бафали минус 15 мане нормально почему незаметно 3 к ла 45 маны экономия очень даже неплохо салапа немножко под бафали снепку можно будем видеть чаще чуть-чуть под бафали и 5 часа спасибо вальве перезарядка увеличена на сколько получается на секундочку все этим на смысле надо на третьем на одну секунду получается ну нормально ну я читаю это очень сильно сильный сильный нерв потому что на первом уровне 3 секунды плюс 3 секунды это это очень сильно уже не будет на столь таких мерзких ты часов в начале игры которые просто спамят своими блин бомбами немножко дали урон чеку темпларки смел до террора под под нерфили потому что он был прям в каждой второй катке на четверки блины он просто выгололе не в соло тупо в салатину тазик тазик немножко улетел в небытие под нерфили его так нормально эффекты армора пассивки уменьшены урон уменьшен с тимбер чайна теньки роса чуть так под бафали броню ему дали чтобы радовался ну и матрицу дали с применением больше ну это не думаю что это прям повлияет на винрейте очень сильно тени к под нерфили вот такие незначительные изменения здесь уже пошли вот это сильно применение саганим скипетр больше не замедляет при движении врагов на 40 процентов блин это хреново теперь гоним скипетр увеличить радиус разлома на 100 не как по мне типа замедление при движении было намного сильнее там мега была просто в драках дополнительный урон закрепа увеличен на одну единицу а сделали талант они заменили талант есть немножко под нерфили конечно же потому что минус 10 процентов но вместо 75 к радиуса к радиуса питов мало из они дали замедление но это хорошо потому что я говорю замедление это было очень сильно немножко курсу под нерфили сопротивление к замедлению изменили уэр павери под баф волевой спирита и немножечко немножечко вивера ну вот такие вот изменения я бы сказал что прям такие плюс-минус полезные но глобальных таких вообще нету дека тронули так прям значительно тронули арка вообще не тронули это приятно потому что на арке очень часто играю вот так вот это была первая часть вторая часть вот сейчас почитаем я думаю это очень полезная часть мне понравилось новые функции подбора игры мужики обновленный запрет героев при подборе игры тут бла 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 все идет про читеров и так далее система запрета героев это очень полезно просто выбирая четыре героя которые ты хочешь чтоб банились и в каждой игре минимально один герой забанится автоматически то есть не будет такого что забыл забанить ты не успел забанить просто выбираешь решаешь какие герои заходишь в вкладку герои выбирая четверочку себя таких прям заядлых таких неприятных героев которые тебе пердак разрывают и они забаниваются да вот вот не забудьте запретить героя нужно будет знать или помнить что иногда игра учитывать лишь некоторые запреты и так далее так анализ подобранной игры дота плюс вот это тоже интересно мы уже давно хотели создать функцию для подбора игр лучше соответствующих личным предпочтениям на раннем этапе столкнулись с двумя основными проблемами во первых игроки хорошо умеют описывать свои предпочтения другим людям но это отнюдь не значит что они способны сформулировать вводные данные для комплексного глобального алгоритма согласен во вторых система подбора игр касается каждого так что ее нужно изменять с осторожностью она всегда стремится найти баланс между личными предпочтениями игроков и состоянием игры в целом я согласен потому что я могу написать там там себе что я кибер кибербокк спортсмен 12к мэй но я играю на 2к и так далее мои предпочтения к игре и они вообще не соответствуют моему уровню игру так сказать игры это они конечно же правильно делают новые функции подбора игры доступные всеми сразу могут нарушить работу системы и как следствие доты как на выпустить новые функции подбора изучить их работу на практике минимизируя риск для игры в целом вот так вот будет выглядеть система подбора общее качество игры отображается баланс к мастерства идеальный регион разброс мастерства в игре умеренный в нашей группе небольшой порядочность в игре отличная в нашей группе идеальная и смотри себе можно отклонить игру без последствий начать поиск заново тоже очень полезная функция смотришь по критериям тебя не подошло нажимаешь отклонить нажимаешь искать заново точнее отклонять без последствий ищешь дальше мега полезно я думаю что это просто игроки оценят максимально оценят пока что эта функция находится лаборатории потому что она так сказать на стадии разработки на стадии тестирования что дальше вот кульминация кульминация мои дорогие мы знаем что многие из вас очень ждут павшую корону да и мы сами ждем не дождемся преподнести ее вам остались лишь финальные штрихи так что обновление выйдет примерно в середине апреля а до тех пор всего доброго и вам мои хорошие все доброго не забывайте это всего лишь игра выносите с каждой игры просто максимально позитивные эмоции ищите новые знакомства новых друзей новых коллег и просто проводите очень полезно очень красиво с кайфом это время наши всеми любимые доте 2 всем пока пока